Катя Су 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 Существенного Стихотворения уже хорошо Ольга, а у вас какие-то были события творческие? Тоже было стихотворение. Кроме того, готовлю поэтические книги к изданию. Сразу несколько. Ну так получается, лучше, конечно, все делать вовремя, но так получилось, что поскольку я мало, только две книги у меня выходила, одна стихия и одна проза, поэтому вот я решила восполнить этот момент. Ну и еще одно чудесное событие, в которое я даже не верила, ко мне пришла любовь. Вот так вот поздравляю. Мне и я, у меня мама была машинистка, она много печатала, и соответственно какие-то запасы с тех времен остались. Ну прям как-то вы мою память растеребляли. А у вас очень шрифт мелкий, вы так вот будете читать с такого шрифта? А я вблизи не вижу, у меня сейчас близорукость борется с дальнозоркостью, поэтому мне приходится что-то как-то вот. И я вообще привыкла, я уже очень давно делаю так вот, распечатываю по два, по две страницы на листе. Да, то есть у вас как-то маленькая самоиздатовская книжка получается. Да, я в свое время делала такую, я писала книжку прозаическую, и несколько экземпляров делала, вот таких сама распечатывала, потом сшивала их и раздавала. Где-то у кого-то этот раритет ужасный валяется. И, кстати, по поводу литературного конкурса «Хижицы», у нас получается через рафинале два казанских поэта, еще вошел Эдуард Учаров, который, собственно, этот конкурс, я так понимаю, делает. Ну, честно говоря, я с его подачи, он меня пнул, сказал, Катя, участвуй. Я сказала, ну я подумаю, потом меня еще несколько человек пнули, и я пошла поучаствовать, и вот как-то так сразу сходу в лауреаты. Но в этом году я пропустила, у меня совершенно не получалось, потому что дочь первоклассница. В общем, это все время бегом, и я просто элементарно забегалась и ничего не успела подать. Но спасибо, что приехали лично на турнир поэтов, все-таки с Казани, с дочкой, это непросто. Ну, дочка рада. Дочка рада, да, хорошо. Лишний раз в школу, да? Да, 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 лишний раз в школу. Все-таки всегда, конечно, когда вживую автор, это всегда как-то приятнее, удобнее. Хорошо, Ольга, как подошли к составлению подборки для четвертьфинала? Были как-то, что ли, учлили что-то от отборочного? То есть все-таки был такой первый опыт, а теперь уже вы, так сказать, опытный участник турнира. Было очень интересно, и мне кажется, что это другая подборка. Наверное, может быть, даже хоть и менее оптимистичная, но более такая серьезная. Катя, а вы как подходили в этот раз к составлению подборки? Ну, если честно сказать, то, в общем, долго думала, долго думала, а потом скинула в кучу то, что по времени подходило. Но на самом деле, конечно, один текст я очень хочу прочитать, просто хочу его прочитать. Мне очень нравится, это один из моих любимых циклов. Поэтому я хочу его прочитать. Один текст новый. А в серединке, ну, пожалуй, я хотела бы о них что-то услышать. Вот это, из-за этих соображений, пожалуй, что так. Ольга, а у вас по времени написания как вот эти стихи? Разные, но не очень, не такой средней давности есть таких. Совсем давних нету. Совсем давние, ты как? Я как-то, наверное, есть стихи, которые любишь, и они кажутся недавними, даже если они давние. Но здесь относительно 5-10, может быть, в этих пределах лет. Ну, а вообще как-то почувствовали вы уже вкус борьбы? То есть все-таки отборочный был такой, пристрелочный. Если вы так-то знакомились с турниром, а вот уже как-то чешут финалы, так вот одной ногой уже, можно сказать, полуфинали. Как-то есть? Азарт появляется? Не скажу, что я сильно азартный человек. Я, конечно, азартный человек. Но поскольку у меня самые мои азартные годы пришлись на 90-е, с тех пор я уже не такой азартный. То есть я себя притормаживаю. Много не ожидай. Ничего. Ничего. Все, просто приди, сделай свою работу, и свободно. У меня скорее вкус радости. Вкус радости. Да, потому что радости встречи, радости нового переживания, встречи с критиком, с ведущим, с читателями, со слушателями. Да, сегодня у нас будет Валерия Пустова, и вы как раз еще с ней не встречались в турнире. Вот сегодня до этого у вас была... У меня была как раз... А, у вас была Лера, да, у вас была Лена Пестерова, да, вы не встречались. Ну, у вас будет возможность теперь услышать другой взгляд. И вот, Катя, вы у нас финалист премии «Антоновка», в которой я, кстати, был в жюри. Но я, правда, был в жюри по прозе, а вы там... Прозу я не посылала. Я просто не смогла собрать что-то такое нормальное. То есть я хотела, но не сложилось, отправила только стихи. Так что вот есть у нас еще такая рифма эта «Антоновка». Ну что же, друзья мои, я думаю, что пора нам бросить жребий, и перейти к главному, для чего существует турнир поэтов, это, собственно, к стихам. Так, ну что, кто... Кто? Да давайте одновременно. Ну давайте. Раз, два, три. Ну ладно, я не боюсь. Ага. Катя Су начинает сегодняшний турнир поэтов, и к нам присоединяется критик Валерия Пустовая. Харитоны в храме богини Аматерасу. В храме богини Аматерасу Евлампий Максимович Харитонов. Ух ты, наворотили, восхищается Харитонов. Ух ты. Смотрит наверх Евлампий и думает. Вот бы и нам с Настюшей такую матницу. Вот бы и нам с Настюшей такую крышу. Вот бы и нам на мосту по фонарику. Эх, до чего хороша резная ограда. Ах ты, епошки, могут же косоглазые. И гладит широкой ладонью перила Энгавы. На этой прекрасной мысли Евлампий отвлекает телефонный звонок из недра его куртки. Кто там? Алло, говорите! Громко кричит Евлампий. Японцы вокруг замирают от легкого ужаса. А, это ты, богиня моего сердца? Говори потише, я в доме Аматерасу. Грузный Евлампий стремительно воспаряет. От одного только голоса. Полифония из телефона. Ах ты, собака, стоило мне уехать на две недели в дряной санаторий в паршивой Анапе, как ты уже клеишь какую-то бабу. И, судя по имени, из таджичек. Да ты совсем охренел, Харитонов? Ах, какая матница! Что мне твое послали от руководства? Пусть идет нахрен передовой опыт. Только забыла про огород. Как на тебе, смылся, гад, по бабам каким-то шлятся. Ну, я ей покажу, когда встретимся. Уж я и патлы-то повыдираю. Взмокший от разговора Евлампий смотрит поверх голов склоненных в поклоне японцев. И видит, как из ладони свет, оживая, рождает его Настюшу. Настюша грозно оглядывает пространство, видит крышу храма богини Аматерасу и говорит. Ух ты, какая матница! Аматерасу, Аматерасу! Шелестит вокруг Харитонова. Узелки. Грешен человек, говорила бабка. Вот возьми-ка груню. Вчера с посылкой прикатила хвастать. А лук-то, лук-то, крупный. С нашей грядки с утра нарвала. Да и бог с ней с груней. Пришлось немало. Нахлебаться жизни ей в те-то годы. Пусть пошлет уж сыну. Не обеднеем. Грешен человек, да и мы с тобой тоже человеки. Зарекать не буду, говорила бабка. Игретенца пела, плыла, кружила. Танцевала в пальцах ее умелых. Нить ручьем свивалась. А я сидела на ковре лоскутном. В ногах играла. Это только кажется, что есть время. Что оно течет, как река. И мимо. Доставай-ка прялку. Сучи-ка нитку. Пусть и пальцы действуют неумело. Шерсть тяни. Не щипай, кулема. Подзатыльник звенит. Отвешен. Ох, грешная сватия. Лупила девку. Перетенца дрожит несмело. Набирает ход. Вспоминают руки. Тянут нить, как песню, слегка срываясь. Там, где круто выводит голос. Так снует челнок через зев на кроснах. Так крючок цепляет. Петлю и тянет. Спицы вяжут в резинку пряжу. Вышивает иголка крестик. Узелки на память. Вот что время. Так наткнешься в шкафу. И стоишь, как дура. Петухи поют на льняной дорожке. В уголке почти незаметно нюра. И не надо о пустоте. И не надо о пустоте, словно она живая. В пустоте нет начала, нет середины, края. Нет остановок, нет пути, не составлена карта. Нет ни жары, ни холода, ни ноября, ни марта. Ни федеральных трасс, ни простых грунтовок. Не загораются фонари в половине шестого. Пустота, пробоины на мишени в тире. Дырка от бублика. Тишина в квартире. Пустота, не слышно сердцебиение на УЗИ. Хотя, казалось бы, вовремя довезли. Пустота, смотреть шестого, разыскивая кота. И найти его на газоне. Чёртова пустота. Пустота, неделю не дозвониться маме. Пустота, зашифрованная гудками. Пустота накрывает тебя в вагоне. Когда телефон, наконец, дребезжит в ладони. И мама смеётся, говорит, живая. Пустота набирает воздух и выдыхает. Шестнадцать миллиметров. Это потом отберут. А пока мерно стучит раскрашенный барабан. Что ты намалевал? Зелёные облака, серое небо, красные полосы по ободкам. Лето увито хмелем, как тот сарай, что у соседа боками вклинился в огород. Кинешь репейник в стенку. Гляди, попал! Выбежит на крыльцо сосед. Орёт. Орёт, да пропадёт. Будто бы тут обрыв. Край поглотил прожорливый аппарат. Жёлтыми пятнами, чёрным крестом плывёт. Тонким пером описывает квадрат. Многоэтажки на шторах совсем не спят. Лёгкий сквозняк подмигивает окно. Ставит физичка новый кусок в Украину пять. Это не город в розах. Это кино. Кино. Бык превращается в котика, чтоб пропасть. В тёмной листве на прощание махнув хвостом. Дети бегут по полю, прыгая и смеясь. Девочка догоняет, гремит жестяным ведром. Осенью ветер колкий. Волосы разметал. Падает снег-заколка. Может, устал металл. Падает самолётик. Нелепый, кривой, смешной. Словно листок измяли и склеили кое-как. Ловит детей беспечных, рыскающий блесной. И подсекает резко. Плотник, пастух, рыбак. Катя Су в четвертьфинале турнира поэтов на первом литературном телевидении. А к нам присоединился Валерия Пустовая. Литературный критик, эссеист, кандидат филологических наук. Работал заведующий отделом критики журнала «Октябрь». Вела творческий семинар в МГУ имени Ломоносова и Российском государственном гуманитарном университете. Входит в экспертный совет премии «Большая книга». Говорят нескольких литературных премий. Горьковской, Новой Пушкинской, премии «Дебют», премии журналов «Октябрь», «Новый мир», «Дружба народов». А также премии Нистова и Виссарионова в номинации за творческую дерзость. Здравствуй, Лера. Здравствуйте. Ну, что скажешь о подборке Кати Су? Во-первых, мне очень понравилось, как она прочитана. Мне кажется, наконец-то мой темп. Товарищи читают слишком как-то медленно и утяжеленно. Здесь такие легкие строчки. И они прочитаны. Вот я как их слышу, так они сейчас были прочитаны. Хочу сказать, достигло полного чувства органичности. И хочу сказать, что это подборка изобильных ассоциаций. Эти ассоциации настолько плотные, настолько какие-то богатые, удачнообразные, такие живые. Что, в общем-то, такое ощущение, что стихотворение, в нем появляется ассоциация. И из этой ассоциации, собственно, растет свое стихотворение. И если автор отвлечется в какой-то момент, мы можем не заметить, как вместе с ним попадем вообще в другое стихотворение. Например, в стихотворении 16 миллиметров, вот когда появляется этот сарай, или это увидит хмелем, как тот сарай, что у соседа боками вклинился в огород. И дальше мы видим соседа, который орет. Орет. И, в принципе, у меня такое чувство, что мы уже забыли про то, с чего все началось, а попали в этот сарай. Попали в этого соседа. Но тут и сосед растворяется, потому что идет киноассоциация такая с аппаратом, который выводит нас на строки, ставит физически новый кусок в Украину-5. Я гуглила, это, в общем, аппарат для воспроизведения пленки. 16 миллиметров. Да, я увидела фотографии этого аппарата, что он был распространен, удобен по-своему. Там были разные цифры. Ну, вот один из вариантов модели, это вот С-5. И я постоянно забываю, с чего мы начали и куда мы переключились. И, в принципе, это достоинство, потому что вот эта богатая ассоциативность, она такая пластичная, такая вот наполненная теплом жизни. Мне кажется, это достоинство редкое. Больше люди любят в абстракцию, как говорится. А здесь все очень неабстрактно, очень живое. Единственное, что я не всегда понимаю, может быть, во-первых, есть тяготение какой-то прозе, с одной стороны. И вот эта изобильность, она иногда избыточна. То есть вот эти две точки опасности, которые я чувствую в этой подборке, что в какой-то момент я не понимаю, почему это стихами записано, а в какой-то момент я немножко не понимаю, зачем так много. Вот это вот два каких-то, две таких возражения, которые я могу придумать. Например, Харитона в храме богини Аматерасу, в принципе, для меня это такая маленькая, какой-то прозаический такой анекдот. Чисто поэтически, по строкам, здесь многовато всего, многовато фактуры, многовато его мыслей, этого Харитонова. Избыточно само его имя, вот это Евлампий Максимович Харитонов. Какая-то тут игра на игре такая. Почему его зовут даму Настюши, а его так сложно зовут. То есть тут очень много всего. Очень много его какого-то психологического портрета. Хотя, в общем-то, все сводится к тому, что человек восхищен, попадает из высокого в низкое. И потом, когда проявляется его, оживает, можно сказать, легенда, из света рождается образ своего возлюбленной, ругающейся. Она тоже попадает в высокое. То есть мы просто ездим по этой вертикали. И через слово богиня тут, ах ты, богиня моего сердца, говорит, например, герой. То есть через это тоже мы ездим. То есть тут много порталов, через которые мы ездим. Вот этот лифт, он работает через какие-то вот такие вот ассоциативные порталы. Почему мы сначала в храме богини, потом мы в какой-то склоке супружеской, и потом обратно в храме богини. И все это очень здорово сделано. Единственное, мне немножко, говорю, избыточно, многовато всего. Наверчено портреты его, наверчено его реплик. Хочется меньше, хочется подсократить, сделать более таким прозрачным, как бы вот как по ниточку провести через это створение, а не плести коврик из многих нитей. Либо записать все это хочется, ну, некоторым таким небольшим анекдотом в прозе, как бы как мини-микропрозу, искусство микропрозы. Но это другая история. И даже финал, в общем-то, для меня створение заканчивается на «Ух ты, какая матница!» Как бы здесь завершение. Я не очень понимаю, зачем нам еще шелестеть вокруг Харитонова именем богини. Это что-то, это опять же от изобилия, от какой-то щедрости автора, который здесь, мне кажется, скорее подводит. То есть щедрость она тоже может подводить. Вот эта изобильность, это как бы желание еще докрутить, еще добавить, как вот много кругов очень идет. Вот все, круги прошли. Нет, надо еще добросить, чтобы еще круги пошли. Вот еще пусть колеблется это пространство. Ну, в общем-то, может, ему хватит уже, оно отколебалось и достаточно. Вот. Узелки, в общем-то, тоже что-то... А что такое матница? Я гуглила, я скажу. Это бревна. Не совсем это бревно, это несущая опора потолка, то есть она проходит через весь потолок в избе. Да, правильно уложенные, под крышей. Ну, любой, любой потолок она держит, потому что, чтобы доски потолочные не провисали, ведь там же чердак, там люди и ходят, и вещи кладут. Всегда кладется матница. Ну, у нас говорят матница, а так официально вроде еще и матица, правильное название. Да, но я оставила уже свое, родное, то же, как и мост, например, это тоже не мост, который... Мы все, когда говорим, слышим слово мост, мы думаем, это мост там, ну, то есть мост с такими этими столбами, с фонарными. На самом деле, мостом в деревне называют у нас совершенно другое. То есть это часть внутреннего строения дома мост. То есть там фонарик, он, да, действительно, поэтому где-то, да, сложно объяснить, почему возник мост, почему он думает об этой энгаве, гладит, почему ему нравится, потому что есть какие-то моменты, которые пересекаются с северным домом, деревенским, крестьянским, то есть для него это родное. Потом, а почему богиня там возникает в конце, ама-терасу, ама-терасу. В храме богини ама-терасу положено молчать. То есть там звуков производить вообще-то нельзя. Да. То есть туда вообще редко мало кто допускается, и те помещения, которые доступны для паломников в Японии, они требуют соблюдения тишины. А тут такое? Да. А тут, во-первых, он кричит громко, они в ужасе. А вот когда появляется Настюша свет, это уже воспринимается как явление богини, потому что там ама-терасу, это богиня зари вообще-то. А, то есть они ее воспринимали, богиня? Да, они ее воспринимают. А, вот это нет, я не считала, что они ее воспринимали. Потому что они в ужасе от того, что он нарушает вот все, что можно нарушить в храме богини ама-терасу, и в лампе Максимовича Харитонов нагло нарушает. Мало того, что он нарушает, так еще и вот жена его нарушает. Ну, то, что это оживление легенды, в наших глазах это я считала, безусловно. То, что он нарушает, я не считала. Все, конечно, это юмористическая вещь абсолютно. Конечно, да, она юмористическая. И в защиту благословности, скажу, это часть цикла. То есть это такой большой, там можно еще много написать, я надеюсь, что он ко мне еще... Про Харитонова, да. То есть там Харитонов... Я в прошлом туре читала Харитонов и Розы. То есть это оттуда. То есть Харитонов в храме богини Матераса, Харитонов и Розы, Харитонов и Пустота. Потом, может быть, еще что-то появится, когда он придет ко мне, Харитонов, и расскажет еще какую-нибудь историю. Не почитаю, что мультфильм увидел. Мультфильм для взрослых. Да, да. Я очень ясно вижу, как она из света соткана. Вот это Настюша Ругачия. Но мне кажется, вот, не знаю, если пройтись чисто редакторски здесь, мне кажется, даже вот эти ее подробности, куда она уехала, Анапа, забыла про огород, многовато, понимаете? Я, кстати, хотела отметить, что японский контекст и Северный дом действительно тоже очень интересно играет. Задумано очень здорово, и, в принципе, здорово все оплощено, интересно, сюжет приращен как бы вот этого верхнего-низкого. Но мне кажется, многовато, вот он говорит, и вот эти вот подробности, что полифония из телефона, вот эти вот, что-то тут есть. Даже вот эта строчка, ах ты, епошки, могут же косоглазые, тоже. Я, в принципе, понимаю, что это как бы все снижение героя, некий портрет героя, но он изобилен. Вот мне кажется, что это какое-то уже, даже на уровне прозы было бы, если бы это была микропроза, было бы многовато. Хочется найти такие строчки, которые бы точно характеризовали героя и ситуацию, и не требовали либо еще и еще наверстывание строк. То есть вот ее речь, его речь, все это можно, мне кажется, было бы поджать, поискав другое решение. У него такие бытовые расисты, он про косоглазых, она про таджичек, вот такие два спага пара. Это понятно, но она много говорит, вот реально, она очень долго говорит. Мы уже все поняли, а она все еще говорит как бы. Но она же не может остановиться. Такая она на сегодня. Ну, чисто вот поэтически, мне кажется, что здесь есть какое-то противоречие вот в этом многоговорении. Такое немножко стендаперское скорее. Безусловно. Когда говоришь, говоришь, да, да. Безусловно. Скорее такая игровая форма, которую можно в стендапе позволить, но как текст, стихотворение, ну, я знаю. Просто видите, когда звучит одна строчка, например, когда она рождается и говорит, ух ты, какая матница. Это очень красиво звучит, потому что именно вы выбрали буквально одну, как бы из всей речи Харитонова вы выбрали буквально одну вот ту фразу, которую она и должна повторить. И она заиграет. Если бы она здесь тоже, например, повторяла много вариантов, да, то есть вот про фонарик там и так далее. То есть вот, мне кажется, выбор, отбор очень важен все-таки, отбор. Вот. Если говорить про то же самое, вот в узелках, я тоже долго разбиралась с этим стихотворением и как бы чувствовала, что мне в нем трудно. Вот. Сейчас, пока вы читали, я предприняла попытку и поняла, что, в принципе, ну, ничего не мешает этому стихотворению начинаться с фавористических строк. Это только окажется, что есть время, что он течет, как река и мимо. Это же прекрасно сказано, это афористично, это парадоксально, это поворотно, это сразу вызывает в читателе, как бы, ну, как будто это вызывает читателя на некое возражение. Это только кажется, что есть время. То есть это очень хорошее, вот, это как бы риторически прекрасно, это как бы диалогично, что ли, да? Вот. Тогда, как если мы начинаем как бы разбираться с историей какого-то лука, какой-то груни, какой-то, значит, его еще сын тут приплетен, этой груни. И вот эти вот фразы тоже, я зарекать не буду, то есть зарекаться, зарекать, то есть все это что-то... Короче, я очень много начинаю тут зависать, очень много над каждым словом я начинаю думать, куда его поставить, как оно растет дальше в стихотворении. Вот. И мне это, в общем-то, в итоге-то мешает, потому что оказывается стихотворение про другое, про то, что как бы вот, есть некая преемственность этой нити. И что как бы возвращается, да, что есть вроде как старшая, есть младшая, но, в общем-то, они соединены в этом процессе как бы творения вот этой нити. Можно сказать так, я так бы поняла, да? Как бы узелки на память, да? То есть время отменяется через повторение таких немножко ритуальных, можно сказать, даже вот таких ремесленных действий. Я бы так образначила. Вот. И не надо о пустоте, вот в этом смысле для меня какое-то безупречность. Стихотворение в подборке здесь нет, мне кажется, какого-то избыточности, нет недостаточности. Действительно, накручивается очень много ассоциаций к пустоте, но они все очень ладно встают, они как бы не инерционны, то есть если Евлампия говорит немножко инерционно, то есть он топчется на месте, по сути, то здесь вы как бы, ну, все это произрастает к некой вершине, к тому, что есть пустота, когда ты звонишь домой, и тебе не отвечают. То есть все это договорение нужно к тому, чтобы оно усиливалось, усиливало свою драматичность. У пустоты нет начало, нет середины, это как более холодное. И постепенно мы доходим до более такого, ну, того, что, собственно, интересует, до острия, до острия этой эмоции, до ее истока. То есть вот до этого ощущения пустоты, когда просто твой звонок проваливается, а ты хочешь, чтобы тебе ответили, это важно. Вот, очень интересно вот это превращение пустоты, вот здесь я как-то не нашла, к чему придраться, что тут избыточно, мне кажется, все и ладно, и слэмово, то есть вот, вот это вот сердцебиение на УЗИ, хотя, казалось бы, вовремя довезли, это такой, мне кажется, ну, слэмовый вариант, вот как бы, такого рифмования, когда одно, совершенно один пласт смысла рифмуется с другим через вот эту рифму простую, и получается такой эффект как бы внезапного как бы инсайта, что, оказывается, это связано было, да, то есть вот УЗИ довезли, как бы вот, как бы смерть или жизнь, как бы немножко так, как бы резко так, то есть вот такой эстрадный эффект возникает, но он хороший, он не дешевый, он хорошо выполнен тоже, все тут вот. И восточный след в поэзии Кати Суп, потому что там была богиня Аматерасу, здесь пустота. Пустота, кстати, тоже, да, 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 превращение пустоты, да, да, да. Вот, 16 миллиметров, какое-то изумительно богатое стихотворение, которое я бы не взялась вот прямо так прямо трактовать, потому что, с одной стороны, мне очень нравится оно в каждых отдельных ассоциативных цепочках возникающих, с другой стороны, у меня чувство, что как бы они здесь очень вольны, растут в разные стороны, и в принципе ничего не мешает мне читать про того же соседа с сараем, а не про 16 миллиметров. То есть, как будто это кино, оно включает в себя столько вариантов кадров и столько вариантов истории, и мне кажется, это и задумано автором так. То есть, это как бы некая пленка из кадров, в которой растет много историй, но в то же время не растет, потому что это всего лишь пленка, она крутится, то есть, это всего лишь поток. Я хочу сказать, что это как бы, это про что-то мимолетное, но если задержаться на каждом кадре, из этого будет расти какая-то история, как в данном случае, если на стоп-кадр поставить сарай с соседом, то кажется, что это фильм про соседа. Ну, фильм имеется в виду иносказательный, то есть, наш внутренний фильм, который мы крутим в себе, когда читаем стихотворение. И таким образом, например, мне очень нравится эта рифма, что падает с них заколка, падает самолетик, превращение предметов на какой-то быстрой перемотке, как бы, вот эти киноассоциации, вот эти подобные кадры, ведь кино тоже устроено, как такая поэзия, как некая перекличка строк, да? Конечно. Оно рифмует вот эти изображения странным образом, как в поэзии, то есть, вот заколка и самолетик, и уже самолетик не самолетик, и он уже как бумажный, как смятый, и как бы жутко от этого, то есть, и вот эта тема детей тоже, да, вот этих беспечных, но как бы уловляемых, то ли, опять же, кинокамерой, то ли как бы по жизни, да, как бы, вот, в общем, мне кажется, это интересный какой-то эксперимент перевода киноязыка в поэтический, но в то же время, вот так по-прямому, я бы не взялась трактовать каждую строчку, но теперь я не очень понимаю начало, вот, то есть, вот где цвета всякие употреблены, я их не очень понимаю, вот, не все ассоциации здесь считываю, я хочу сказать, в принципе, мне это не мешает наслаждаться ассоциативной игрой, но в то же время, я далека от такого прямого понимания этого створения, стопроцентного понимания, вот, наверное, оно довольно сложно устроено, и я, наверное, не все считывать могу, в отличие от того же первого створения, где Харитону в храме богини, которая более просто устроена, и его легче мне считать. Я прямая, как рельсы, я, в принципе, что вижу, то и пою. Ну вот, не все я могу, не до всего, как бы они могут до первоистоков докопаться, то есть, те же там многоэтажки на шторах совсем не спят, я не всегда, я не взялась бы сейчас буквально сказать, о чем это, вот, у меня есть ассоциация к этому, но я не уверена, что автор имеет это. А скажите, мне интересно, я всегда такие вещи люблю услышать. Я вижу как бы светотень, то есть, как сказать, когда, ну, какие-то электрические тени от освещения, ночь на шторах многоэтажка отражается, вот я так вижу, но, может быть, вы другое имели в виду, не знаю. Ну, я-то, конечно, другое имела в виду, но мне интересно, что люди считывают, потому что, мало ли, что у меня там в голове крутится, вот, и точная картина, она на самом деле вовсе не обязательно. Не обязательно. Мне интересно как раз, когда, что человек возьмет, потому что все мы берем, как бы, то есть, тут приглашается читатель со автора, по факту. Потом ставят физичка, именно физичка ставят. А потом школьный аппарат Украина 5. Вот она физичка почему-то. А потому что чаще всего все эти фильмы крутили именно в кабинете физики. потому что физики. Кабинет физики, кино там обычно ставилось. есть такой вот смысл. Да. А многоэтажки на шторах у меня были на самом деле такие шторы, которые в детстве у меня были, потом я их с собой когда учиться поехала, повезла. Они были такие зеленые, и на них до сих пор не знаю, что это было. Там были розы, там были такие, как будто кинопленка. И когда я на них вечером смотрела, и фонарь с улицы светил, мне казалось, что это многоэтажки. Вот. Это личная ассоциация. Да. То есть у меня дом был, у меня дом был, соответственно, одноэтажный, никаких многоэтажек, но в городе я бывала. То есть я знала, как это все выглядит, как это выглядит ночью, это когда фонарь светил, и когда вот эти вот, вот эта штор, она колыхалась от сквозняка легкого. То есть там казалось, что как будто они, да, они как многоэтажки. На самом деле, возможно, что там были куски пленки, фотопленки, или кинопленки, которые... Какая этажная, вот эта структура такая. Да, этажная такая структура, перебитая цветами. То есть я так и не разгадала секрет этих штор, что авторы имели в виду, когда они этот рисунок делали. Но я их очень любила, да, я их действительно за собой несколько лет таскала, чтобы они со мной переезжали с окна вару. Вот такие шторы воспитывают в ребенке поэтические ассоциативности. Да, да. Покупайте такие шторы, непонятные шторы, покупайте непонятные шторы своим детям. А в конце тут есть такая игра, и подсекает резко плотник, пастух, рыбак. Красивая игра. Плотник, пастух, зачеркнутый, а рыбак... Ну вот, а если это на слух как-то возможно ловить? Как вариант, как вариативность. Я не знаю, можно ли на слух, но я, в принципе, редко пишу тексты, которые читаются, которые на слух воспринимаются. Я все-таки человек, который читает глазами чаще всего, и я, в принципе, ну я сомневалась, да, как это прочитать, но я не могла отказаться, потому что это, в общем-то, то, чем нужно было закончить этот текст, так скажем. Ну это символичный такой ряд, который можно как вариативный воспринимать. Вот так. На слух, то есть это будет как вариацией. То есть тут, ну не знаю, скажет, не будешь тут показывать, что зачеркнут? Да, да, да. Но тем не менее, мы все равно с графикой текста работаем, куда без этого деваться, и тут это работает. Тут я так и должна остаться. Отдельные образы очень красивые, вот вообще все красиво. Мне очень нравится, то есть вот, ну опять же, вот первая, первая строфа, это потом отберу табака, мерно стучит, раскрашенный барабан. Это что-то намалевал, зеленые облака, серое небо, красные полосы по ободкам, ассоциация с каким-то детским рисованием, с чем-то детством. Детский, ребенок, сидит, играет барабан, посадите ребенка, дайте ему проиграть полчаса, и через полчаса уже захочется отобрать этот барабан. Это раньше, да, даже, может быть, даже раньше, да. Но вот это вот именно такая детская, то есть начинается с детства. Все действительно с детства, с барабаном, с такой, с нудного, но то, что очень нравится детям, на самом деле. Поэтому он и раскрашенный, так как ему захотелось, этому ребенку. Орущий сосед мне очень нравится. В общем, отдельный образ мне вообще очень нравится. А у меня такой образ просто родился, ну, достаточно было, буквально, то есть 16 миллиметров, то есть это как будто мы взяли в личной архиве какую-то пленку, а там из детства кадры. И такой вот монтаж просто таких странных кадров. Да, склейка вот это, это и там вот так. Тоже. Набор таких вот. В итоге я к этому, в общем-то, на самом деле пришла. То есть у меня, изначально была мысль немножко другая, но когда оно пошло, можно сказать, своим ходом, вот, я поняла, что, в общем-то, мне нравится эта идея, то, что это кинохроника, которую я вижу, которая обрывками, да, она, да, артхаусная, но... Артхаусная, хорошее слово. Почему нет? Я не считаю, что артхаус это плохо, я думаю, что это даже очень хорошо. Так что вот я тоже думаю, что потом мы будем жалеть, что у нас были цифровые фотоаппараты. Будем более. Да, потому что уже не снимешь вот то, что можно было бы увидеть, и этих обрывов не будет. Ну, тут старшее поколение, они, кстати говоря, узнают вот, да, то есть это то, что вот это вот действительно, когда пленка обрывается, как это выглядит. Как это выглядит, когда обрывается пленка в аборате. Кусок еще горит, шипит бывает, как он начинает оплавляться, там прямо на экране все видно. Да, да. Ну, и больше сохраняется, мне кажется, когда есть эти носители какие-то физические, это как-то, это хранится. А вот это все сегодня есть, а завтра вдруг... На толстый лит, не там, и все. Да. И все. Поэтому, как истинный параноик, все храним в разных местах, в разных экземплярах, в том числе, и на бумаге. Очень правильно. Ну, теряла просто, теряла вещи, да, которые были написаны, но эти не могу, очень-очень сожалею, потому что вспоминать придется очень сложно. Идея была хорошая, и хочется ее завершить. Но придется вспоминать. А начало было прям так нормально написано, так хорошо. Но где? На каком из компьютеров? Я не знаю. Ну, лучший способ сохранить, надо собирать книжку, конечно, когда уже много написано, и уже не знаешь, где брать. Надо уже не в облаке хранить, а в книжечке вообще-то. Больше надо, да. Ну, я пока не так много написала, чтобы хранить книжки. А поэтические книги, они толстыми не должны быть, это отталкивает от них, я хочу сказать. Так что, я и на тоненькую не очень много. Соглашу, да. Ну, я вообще думаю больше о прозаической, чем о поэтической, потому что стихи — это одно, а проза — это совершенно другое. Проза, не знаю, она как-то иной раз больше заходит, чем стихи. Со стихами, ну, не знаю, у меня нет с ними сложных отношений, у меня ни с прозой, ни со стихами сложных отношений нет, я и то, и то могу писать. Просто стихи, они больше требуют концентрации. Большей концентрации требуют, потому что там они, для них нужно много условий, чтобы они написались. Это должна быть тишина, это должна быть, ну, тишина не такая, чтобы прям тихо звенела, а то, чтобы у тебя внутри была тишина, иначе тебе ничего не удастся написать. Вот, нужно, чтобы голова была не уставшая, отдохнувшая. Чтобы она светлая была при этом. То есть, такая пустая, светлая голова, тогда у тебя что-то напишется. Если у тебя этого нет, то нет. А вот прозу я могу писать и с темной головой, и без тишины, и вниз головой, и вверх ногами, как угодно. и на ходу в телефоне, потому что там меньше требований, грубо говоря. То есть, где-то ты можешь прощать ударение, прощаются слова, которые в стихах ты точно не поставишь, а в прозе они хорошо играют и работают. да, кстати, да. В книге я думаю больше о прозе, чем о стихах. Интересно. Наши планы такие, я бы сказала, очень манящие. Хотя бы хорошая проза должна писаться в тех же условиях, вот в этой тишине. Слушай, по-хорошему. У кого не есть эти условия, скажи. Внутренняя тишина. Нет, она внутренняя. Лучше всего мне писалось в центре Москвы, в Макдональдсе. Вот, я только хотел сказать. Лучше всего мне писалось за битком набитым в Макдональдсе. Потому что все эти, вот эта тишина стерильная, она только угнетает. Нет, Катя, поэтому оговорился очень точно. Внутренняя тишина. То есть, когда тебя что-то отвлекает, именно внутри, ты ничего не можешь делать. Ни с каким текстом, в принципе, по большому счету. Интересная мысль. Друзья, вот мы практически получили лайфхаки того, как вдруг, если бы вас перестало писаться, что нужно для того, чтобы снова записалось? Да писать надо. Спасибо. Писать, писать и писать. Просто писать, писать и писать. Нет, это самый действенный рецепт любого творческого человека. Если ты хочешь, чтобы у тебя появилось вдохновение, садись и работай. Пиши, пиши, пиши. Рисуй, играя музыку. Тогда количество перейдет в качество в любом случае, потому что процесс заразительный. Принцип Тома Сойера. То есть, когда ты не хочешь красить забор, ты придумываешь себе, зачем тебе его красить, и делаешь это настолько вдохновенно, что приходят друзья, и в итоге красят его за тебя. Это принцип Тома Сойера, он работает, он всегда работает, я им пользуюсь очень часто. Очень полезная у нас программа. Да, да, да. Ну что ж, Катя, есть еще что добавить, спросить, сказать сейчас самое время? Нет, я, в общем-то, мне было интересно последний текст, потому что он самый свежий, самый новый. А, вот это про него вы говорили. 16 миллиметров. Да, про него как раз больше всего и говорили. Да, мы просто еще перед знакомствами говорили, что произошло, что я написала там, ну я не один стишок написала, просто этот он такой, мне показался более серьезным из тех, которые я написала. Поэтому он мне и был интересен. Я вообще не часто пишу, у меня не так много стихов на страничке, чтобы там прям ходить и гордиться этим. Не так много внутренней тишины? Нет, нет, я на той передаче говорила уже об этом, что я иногда просто в голове сформулирую, и мне уже не надо записывать, то есть у меня такие вещи, они просто пролетают. Я так пост оформляю в телеграм, например, я в голове его оформила и пошла дальше, я даже телефон не доставала отсюда. Я его опубликовала уже. Я бы, да, я... Вот у меня есть нормальный телеграм, а есть мой внутренний телеграм, где я уже опубликовала пост и ушла. Без слов. И то же самое со стихами бывает очень часто. То есть пошла идея... Там искусство не оставляет следы. Да, пошла идея, ты ее в голове сформулировал, как-то что-то там, ну, сам себе порадовался и дальше пошел. Можешь даже не записывать. Но есть вещи, которые... Они в итоге выходят, да. То есть вот они просто выходят, и все, не задерживаются у меня там в голове, так не растворяются в пространстве. А, теперь понятно, почему книга-то не издана. То есть у вас просто там уже издана. Она есть. Да, да, да. Пара книг тоже готова. Да, 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 да. Нет, ну я сделал один раз над собой усилие и дописала начатую книгу. Единственное, что она, конечно, никогда нигде не будет опубликована, но я ее завершила. То есть вот не так, чтобы... Это проза? Проза, да. Да, написал, и пописал, пописал, потом забросил. Все, нет, я ее прям от и до. То есть у нее есть начало, есть конец, и нормальная семья. А почему никогда не будет опубликована? Потому что, ну, то, что ты пишешь по молодости лет, не надо публиковать. Есть вещи, которые не надо публиковать. Но написать я ее написала, да. Хорошо. Да, то есть завершила. Это для меня не то, чтобы как бы это такой, ну, просто это своего рода, как сказать, как какой-то тренинг, что ли, что-то из этого. То есть ты просто как на преодоление. Получается, что я писала у меня тут начато, тут начато, там начато, тут кусочек, тут фрагментик. Ой, такой классный, но я не дописываю. А тут я просто села и за месяц все сделала. А идею таскала больше десяти лет в голове. То есть вот просто вот так вот взяла. Это как вот эти все бывают, там сядем и напишем книгу за 30 дней, да. То есть там со стороны кто-то пришел, пнул, а тут я сама себя пнула и сама сделала. Закрыли гешталь. Да, 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 гешталь закрыла и все. Но ее, конечно, публиковать не буду, но другое, да, может быть, вот, когда соберу в кучку вот все, что связано с узелками. Потому что на самом деле тут вот это вот и вот это вот, они полностью абсолютно взаимосвязаны. Я редко очень читаю, мне тяжело читать, потому что наткнешься в шкафу на полотенце, льняное, вышитое петухами, и как-то вот оно сразу вспоминает, что вот они узелки-то на памяти, вот они есть. То есть вот это вот, вот это, и вот это вот один человек. Так то ж Груня, а то ж Нюра. Бабка, бабка, Груня, соседка. Я бы это поняла. Так вот зачем нам тут соседка? Вот и есть тут вопрос. Нужна ли нам соседка с луком и сыном еще к тому же? Тут вот дискуссионно. А, ну, может быть, да, может быть. Дискуссионно. Ну, вот оно то, что так вот оно... То, что это бабка и Нюра, это я, кстати, слечила. Но она бабка и тут появляется. Вот она. Ну да, да, она, она. Вот, то есть, в принципе, она тут есть уже. В общем, тут я как бы, как сказать, вот я как высказала со стороны, что мне показалось, что в каких-то местах эти долгие, длинные, забильные стихи можно вот на 16 миллиметров, я бы тут ничего не стала, ни вычеркивать, ни вчеркивать, нечего вычеркивать, почти что. Не, ну то, что нечего, просто оно как бы свободная ассоциативность, еще интересная игра ритма. Ну вот если даже визуально посмотреть, то как бы то короче, то шире, все как-то играет. Интересно. И тут нет чувства. А здесь вот к узелке, оно же прям логичное стихотворение. Оно как бы от и до развивается. И когда ты понимаешь его развитие, ты вдруг понимаешь, что тебе очень долго как бы уводили в сторону тебя. Я поняла, поняла. Потому что у меня-то в голове там их прям, вот они из одной серии, их много. То есть, да, я понимаю, у меня одно в другое перетекает, потому что я там, да. Может быть, Груни из другого стихотворения, да. Вот я и говорю, что, может быть, иногда у вас в одном стихотворении прячутся много. Вот я про это и хотела сказать. Что они, да, они из этого... Растет. Там стишок, тут стишок, здесь тематика одна, общая тематика. Близкая такая, да. Да, я-то этого не замечаю, потому что у меня в голове стройная картина. Понятно. У меня там целый мир, у меня там все на месте. Все мое. Да, у меня-то все в порядке. Что там у вас какие проблемы? Это как бы... Но я не отрицаю. Я, в общем-то, конечно, инкапсулирована, да. Да, я сама в себя смотрю. Наружу я, конечно, тоже бывает смотрю, но больше сама в себя. Там еще можно много чего накопать. Хорошо, да. Интересно. Ну что же, Катя Су в четвертьфинале турнира поэтов, а мы приглашаем нашу сцену Ольгу Добритсину. Как будто друг, но точнее враг. Благими дорога в ад. Любовь моя, отойди на шаг. Вперед, а лучше назад. Как устарел, как беден и наг, скользко твоя стезя. Любовь моя, мой забытый флаг. Белеет, белей нельзя. Кричит под всполохами бумаг тенором и боском. Любовь моя, погаси очаг водой или песком. Болтун, молчун, но всесущ, как Бог, без имени и лица. Любовь моя, вот тебе порог проваливает до конца. Не слушай, понял, не жди, не верь, не бойся и не проси. Любовь моя, коль толкаю в дверь, в окно мое голоси. Бесы. Они приходят, минуя двери, они стучатся в окно, как призрак, как будто люди, как будто звери, как будто день твой особый, близок. Они летучи, они ползучи, глазами слышат, озрят ушами. То мягкотелы, а то колючие, гремят ключами, молчат речами. Один отбился, за ним в припряску, вся шайка-лейка, в припрыжку, в лёжку, глядит вслепую, а дышит в маску, орёт в глухую и на дорожку, и шепчет, шепчет, что хочешь, зая. Явился в полжизни, как будто в полночь, грехом жируя, добром зевая. На вид, как зомби, всё помнит, сволочь. Что видишь, не ведь, живёшь, чем нежить, о чём поёшь ты, глухарь, да не слух. Да коли будешь душить, как нежить, пожаром взгляды, а в чреслах, евнух, тебя приветить, уйти бесплодный, коль серебра нет, то пуля дура. Со всей подлой, своей кодлой, уймись, немилый, изыди, шкура, раздам. Шестёрка, забудь про даму, листочек фигов, лови лукавый, костлявый кости, ребро, а даму, а душу живу, тому, кто правый. Кипит больничная страда, круговорот людей, ни дни, ни месяцы, года, тут всё видней. С шести утра уже звучит речь главного бодра, он полусогнутым кричит, походка от бедра. За ним асклепия слуга, прекрасная строга, и снежной королевы вид пугает и бодрит. Почти торжественный кортеж, врачи идут в обход, а после белый, красный, беж, вступают в хоровод. Болезнь оскалилась, как звери, засела, что беда. Ах, авгии, все твои, поверь, конюшня ерунда, взбешенных клеток побороть, попробуй, энный вал. Тут ведрами больной плоти выносит персонал, тут режут вдоль и поперёк сама судьба, хирург и скальпель, что тебя сберёг, быть может, демиург, всепоглощающий наркоз, отправит к облакам, и тело, данное в износ, ещё послужит нам. А сколько дней не сосчитать, но в книге бытия ещё успеешь почитать живую букву Я. Мать Иуды Холодеет осина, дрожа, но, пылая от медной полуды, как склонилась она, вража над тяжёлой душою Иуды, знать бы, что с ней, однако ни сном и ни духом и денег не мерить, битым сердцем молить об одном и в предательство сына не верить. Ствол согнулся, как будто спина в окружении лесного вертепа, над другими детьми тишина, над другими бессмертное небо крестовинную. Ветви срослись, листья звякнут монетами ссуды, прокричат, шелестя, помолись за тяжёлую душу Иуды. Кунсткамера, паноптикум, театр, анатомичен, дик эксцентричен, а вот и самый главный экспонат. Хорош, прекрасен, только неприличен. Стеллаж, витрина, общий эпатаж, народ так эмпатично-апатичен, и зритель, превращаясь в антураж, порой, да и неприличие обычен. Так медленно идёшь, пеняя, то на дорогу, то без прав, так и живёшь, не догоняя, а умираешь, перегнав. Лучше не бывает, не бывает легче, и собака лает где-то недалече. Сердце тихо бьётся рыбой на суше, будто бы смеётся, не бывает лучше. В захолустье злачном травы жгут, как свечи, в ожидании дачном ночи и предтечи. Облако стекает, падает на плечи. Лучше не бывает, не бывает легче. Ольга Добритцына в четверть финале турнира поэтов, Валерий Пустовая в студии сегодня у нас за критиком. Лера, что скажете о подборке Ольги Добритцыной? Вот интересно, если в подборке Кати Су мне показалось, что образы рождают образы и так рождают, что автор увлекается самим возникновением ассоциаций и далеко идет за этой ассоциацией, мы уже вываливаемся из стихотворения в какое-то другое стихотворение, которое из него растет, то здесь у меня тоже какое-то ощущение внутренней цепочки. То есть такое чувство, что эти стихи рождаются из звука и формы слова. Такое чувство, что надо подцепиться к тому, как слово звучит или к тому, как оно устроено и доставать из него новые и новые уже словесные ассоциации. То есть если у Кати Су ассоциации в смысле пластические, в смысле образ на образ, то здесь слово на слово. И, как ни странно, если у Кати Су кого-нибудь я пугалась, если я не понимаю стихотворения, то у Ольги наоборот. Мне больше нравятся стихи, которые я меньше понимаю, менее рациональные стихи мне нравятся больше. Например, первое и второе. Они другие по природе своей. И вот последнее тоже, наверное, из этой серии. Мне кажется, первое, второе и последнее стихотворение это стихи, которые рождаются на ну как бы на вот этой внутренней цепочке звучания. Когда ты произносишь одно слово, оно как-то так звучит, играет у тебя в ухе, что ты из него достаешь следующее. И это не очень оправданно логикой, какой-то ассоциативной логикой, какой-то доказательной логикой, сюжетом рациональным. Это, в общем, не очень рационально. Это иррационально. И мне кажется, такие стихи, они наиболее поэтичные, Ольги. У меня такое чувство. Вот. В отличие от стихов более рациональных, которые как раз более логичны. Вот. В принципе, вот если говорить о первом месте в этой подборке, то, наверное, здесь вот такое маленькое, очень симпатичное такое стихотворение шутка, можно сказать, которое можно даже назвать музыкальной шуткой. Это кунсткамера, паноктикум, театр. Такое чувство, что все это стихотворение достато, его достал автор, и слово анатомичен. Анатомичен. Это, в общем-то, очень смешное слово, если его слушаться, анатомичен. Именно в такой форме. Поэтому мы посмотрим, что из анатомичен возникают и эксцентричен, и неприличен, и заканчивается все это превращением неприличного, зритель до неприличия обычен. В общем-то, здесь и, ну, остроумно, это действительно остроумная какая-то шутка, что, ну, необыкновенные экспонаты, да, а зритель до неприличия обычен. Но до неприличия обычен, это остроумно еще и по звуку, потому что все это мы достали из слова театр анатомичен. То есть, как бы, это игра со звуком, а не со смыслом. То есть, такое чувство, что здесь звучание слова на первом месте, а все остальное, ну, склалось так склалось какой-то смысл. Ну, здорово. Вот. Первое стихотворение, я бы вообще не понимаю, что тут происходит. Какая любовь? В каком смысле? Мне очень нравится финал, что когда я его в дверь, она в окно. Это очень здорово. Но я бы не взялась вообще трактовать никак это. То есть, если у Кати Су я какие-то еще сделала предположения ассоциативные, здесь у меня даже ассоциаций никаких нет, у меня такое чувство, что это стихотворение качалка такая. Друг, ну, точнее, враг, вперед, ну, назад. Фраг белый, это как бы плохо, но белее нельзя, это хорошо. Стихотворение в семьях качается, как бы не позволяя нам выбрать какую-то сторону. «Любовь моя погаси очаг водой или песком». Тоже это какое-то качание образа постоянное. И у меня такое чувство, что в этой качке, в том, как просто вода притягивает песок, как бы на огонь нужно пролить воду или песок. Это как бы просто потому, что слово «вода» притягивает слово «песок». У меня такое чувство, что тут слова притягивают друг друга, и как бы создать такое вот качание, неуверенность такую. Неопределенность, в том числе и эмоции. То есть, в принципе, это стихотворение про любовь мою, но, честно говоря, уже к концу мы не очень уверены, так ли уж нужна эта любовь, раз ее в двери, а она в окно. То есть, понимаете, это иррациональное стихотворение про любовь, как некую качающуюся такую какую-то эмоцию, довольно абстрактную, но очень пластичную, просто благодаря тому, как созвучены слова в этом стихотворении. Просто вот за счет того, что боском-песком, вот тупо боском-песком, вот мне нравится боском-песком, понимаете, вот и все. И они как-то тянут друг друга звучание, у меня такое чувство. Хотя автор, возможно, сейчас объяснит, и что-то стихотворение исполнено глубокого рационального смысла, я не возражаю. Вот, бесы очень интересное стихотворение, опять же, оно состоялось благодаря какой-то, ну вот, гремят ключами, молчат речами. Что здесь смысл? Возможно, здесь иррационально очень интересный смысл, потому что греметь ключами, молчать речами. Но, честно говоря, мне чувство, что это очень хорошая считалочка, очень хорошая звуковая просто цепочка, потому что они гремят ключами, молчат речами. Если они гремят ключами, сразу же молчат речами, потому что это как-то, это парадоксально, это, ну, демонично, это как бы наизнанка, Например, влёжку, в припрыжку, влёжку, потому что если в припрыжку, значит должна быть какая-то парадоксальная форма, которая выворачивает слово в припрыжку, и тогда это слово влёжку, потому что тут можно в припрыжку, а можно влёжку. И это как бы, это выбор от слова наизнанку. Его звучание похоже, а смысл противоположный какой-то. Глядит слепую, дышит в маску. Как бы вслепую в маску, это какие-то совершенно разные словоформы, но за счет их созвучности получается, как будто автор их соединяет. Вот опять же цепочка получается, звука, чисто звука, это чисто на звуке как-то сделано. А род в глухую и на дорожку, тоже чисто на звуке, на том, что... То есть совершенно разные формы слов и вообще как бы слова притягиваются за счет какой-то их родственного вот этого устройства, родственного как бы какой-то структуры их какой-то звуковой. Вот, мне кажется, это очень-очень здорово. Вот, что видишь, не ведь живёшь, чем не жить, это какие-то наиболее рациональные здесь стручки, они очень эффектные, это кульминация стихотворения. Вот, немножко не поняла, зачем такое-то повторять, как бы до Коли будешь душить, как нежить, и пожаром взгляда в чреслах Евнух. Вот тут, мне кажется, прорывается та самая рациональность, которая мне скорее подборки Ольги мешает. То есть вот я пожаром взгляда в чреслах Евнух, это что-то очень рассудочное для меня. По-моему, здесь автор что-то мне хочет очень внятное сказать, и мне это мешает. То есть у меня такое чувство, что чем внятнее, говорит Ольга, тем меньше поэзии остаётся в её стихах. Вот такое странное ощущение такое. При том, что когда она просто собирает цепочки из звуков и играет с формой слов, просто с их структурой словесной, как бы не подобное, а соединяет в подобное, просто потому что звучит прикольно, одинаково. За счёт этого получается очень клёво. Ну, финал, конечно, очень светлый, он такой лозунговый, он такой символичный, костлявый, кости, ребро Адама, душу живы тому, кто правы. Всё это здорово, мне очень нравится. Просто у меня такое чувство, что природа этой подборки не в таких ясных строках. И в этом смысле мне как раз меньше нравится створение про «Судьба хирург», «Сама судьба хирург», «Оскальпель, что тебя сберёг», «Быть может, Демюрг». В принципе, притчевое стихотворение, аллегоричное, но много чего-то аллегория здесь, и они как-то довольно прямо напиханы, то есть здесь Авгий, Снежная королева, Склепий, он полусогнутым кричит, походка от бедра. Очень интересное жизненное наблюдение. В целом, створение очень жизненное, оно какое-то правдивое, оно логичное, оно классное, но в нём чуть-чуть меньше поэтического кипения, я такое чувствую. Оно какое-то прозоватое для меня, как с прозой больше связано. Оно какое-то логичное, понимаете? А, ну, конечно, я не отметила замечательное ссоре, на котором мы с Евгением оба подпрыгнули. Так медленно идёшь, пеняя, на дорогу-то без прав, так и живёшь, нагоняя, умираешь, переглав. Но здесь же тоже игра, игра в слова же здесь, просто игра в слова. И такая лёгкость вот этого звучания, и здесь игра в слова, это просто игра со словами, из которых рождается смысл. Вот у меня такое чувство. Когда игра со словами первична, здесь вот максимум поэтического напряжения. Мать Иуда — очень заметное стихотворение. Вообще интересно, вот это дерево, дерево как мать, этот вес души Иуды, тяжёлую душу Иуды. Через древесность мы эту тяжесть чувствуем. Я вообще про мать Иуда, по-моему, ни у кого не было. Я пытался вспоминать про Иуду самого. Было много, а вот мать Иуда — это такая интересная штука. Единственное, мне кажется, есть какая-то тоже немножко рассудочность в том, что битым сердцем просить об одном, а в предательство сына не верить. Ну почему не верить именно? То есть у нас как бы априори мать должна не верить. То есть фигура матери здесь немножко в своей традиционной какой-то роли. А почему? Как раз верить. Парадокс в том, что как материнская любовь, то есть парадокс в том, что какой бы ни был, всё равно мой. Всё равно молиться о нём. Да, но я ещё не верю, что мой мог, так не верю. Ну вот это немножко, мне кажется, такая инерция про мать. Вот мать должна не верить. Но предательство сына хорошо, потому что мы же всегда говорим про предательство сына относительно. В этом смысле, да. А это красиво. Согласна. Согласна, превращение очень красивое словосочетание самого. Да, согласна. Это Женя сейчас очень тонко подметил, конечно же. Вот. Но в целом немножко такое тоже чуть-чуть разумноватое стихотворение. Но в целом по образу мне, конечно, очень понравился парадоксальный образ матери Иуды. И вот эта молитва за предательство, ну за предателя как бы она очень, ну просто по идее какая-то очень. Мне вообще кажется, что может быть тоже по поводу прозы, что целый рассказ у меня подродился, что вот это мать Иуда, кто-то снимает с осины. Да, что-то есть такое, да. И вот такой параллельный монтаж со снятием с креста. Вот это интересно. И я вот говорю, мне кажется, что я точно день встречал про мать Иуды. Это прям, мне кажется, какая-то... Да, даже в комментариях к стихиру кто-то тоже говорил, что не было такого. Ну, потому что вообще это какая-то такая тема сложная, и настолько этот образ символический затмевает любое рассуждение, что очень трудно думать дальше. И Ольга здесь подумала дальше, и это очень здорово, конечно. Просто про Иуду и там много у нас, когда и жалеет Иуду, Иуду и там есть апокрифы, где он чуть не лучше ученика, это, так сказать, вообще у них была работа в паре. А вот чтобы мать Иуды спараллелить... Ну, потому что он всегда взят в моменте своего, так сказать, культурного вот этого действия. Ну, если говорить так о культурном сюжете, мы сейчас не будем трогать. Ну, конечно, конечно. Религиозный сюжет, чтобы просто не трогать. А именно как культурный, вот в этом культурном сюжете он взят, как предательство. Ученик, учитель, предатель, вот это все. А думать дальше, думать в контексте, показывать, как из этого растет совершенно другой смысл. Тут нужно было заглянуть за вот эту какую-то границу, очерчивающую этот образ. И здорово, что Ольга это смогла. Вот, в целом, ну, мне тоже нравится. Просто, мне кажется, тоже немножко есть здесь. То есть у меня такое чувство, что природа Ольги, она как бы в другую сторону, как бы немножко уводит ее в поэзии. А вот эти стихотворения, где слишком все немножко понятно и логично, они вот чуть-чуть пригашают именно поэтическое начало. Да, рассказ мать Иуда тоже, почему бы нет? Почему это именно стихотворение, действительно, тоже хочется спросить. Вот, то есть это как в анекдоте про Харитонова. Почему это именно стихотворение? Ну, я как бы не уверена. Как будто да. Как будто все-таки была самая идея в начале. Идея классная. И из этой идеи уже долепили стихотворение. Да, да, вот есть такое чувство. Вот, а так в целом очень интересная подборка. Есть о чем подумать. И повторюсь, там, где наиболее рационально, там она мне как-то наиболее почему-то близка. Ольга, что скажете? Мне очень интересно все, что было сейчас рассказано, вот, и ценно. И я думаю, что в этом есть истинность. Что действительно бывают два пути, да, когда идешь от идеи, а бывает, когда идешь от звукописи, и сами звуки рождают идею. Это я с этим соглашусь. Что касается беса, там нежить глагол. Поняла, по-другому там все. Душить, как нежить. Нежить в значении глагола. Поняла, поняла. Спасибо. Спасибо. Это важно. И там, конечно, переход может быть на более понятный. Бес, то есть бес всегда враг, да, человека. И он, поэтому вот тебя приветить и уйти бесплодной. Там важно это, на мой взгляд, именно, что он евнух, что он не оплодотворит ни одного человека. Это, кстати, считывается, да, бесплодность вот эта. То есть, если вначале описывается, да, как бы описывается, вот как вы сказали, да, что идет вот эта вот образность этих существ, да, которые к нам приходят, то, наверное, трудно было бы мне обойтись вот без такого выхода на бесплодность. Поняла. Вот поэтому, наверное, на загадочности не хотелось оставлять этих существ. Недопроговоренно. Да. Согласна, да, тоже есть в этом смысл. Потому что в этом мне близка книга «Записки Баламута», да, знаменитая Льюиса. Это, то есть, когда действительно ловится каждый, там показан каждый шепот, да, этого существа, как он вредит человеку на всех этапах. Вот. И мне это близко. И тут, наверное, действительно выразилась моя такая ненависть к тому, кто нам мешает быть тем, чем хочется, и делать, что хочется. То есть, вот, наверное, вот эта вот ненависть, она, и желание уйти, вот она так и проявилась. Вот. И спасибо, очень интересно про «Кунсткамеру», ваше мнение было. Потому что такое, что немножко странное стихотворение, но мне очень приятно, что оно так хорошо понято и воспринято. Вот, а что касается, как так и идешь, мне казалось, что все-таки, а умираешь, перегнав, это при всей шуточности, это большой смысл, потому что, если верить в ту жизнь, да, то получается, что умершие уже как бы впереди. Впереди, да. Да, и в этом смысле для меня это не совсем шутка. Не совсем шутка, конечно. Так нет, оно и воспринимается никак не... Никак шутка, да. У него просто есть такая легкость высказывания. Ну, легкость, да, легкость, остроумие и легкость. Там со смыслом все надо. Да, да, да. Так что очень ценно все сказанное. Пустая легкость нам бы не понравилась. Так дешево не хочешь. Спасибо за такую оценку интересную и глубокую. И я согласна, что действительно не всегда иногда содержание, да, оно не дает уйти в поэзию такую вот оторванную. А они действительно два пути, и они не всегда пересекаются друг с другом. Да, точно. Меня все не отпускает мать Иуда. Я сейчас подумал, потому что это тяжелая душа его. Я подумал, что душа его стала тяжелее на 30 серебряников. То есть вот есть там эта история про 21 грамм, что душа весит, а тут 21 грамм и 30 серебряников. Ну, это у тебя сюжет заработал. Да, я не заработал. Хорошо, сюжет заработал. Спасибо. Наверное, вот что касается Иуды, я, ну, когда сын родился у меня, это было давно, много лет тому назад, и, наверное, вот какие-то мысли у меня, там, вот, что младенец Иуда мог быть рядом с младенцем Христа, и никто же не знает, кто что принесет. Вот, и вот это, конечно, состояние матери, у которой сын оказался вот таким, как бы, мягко говоря, нехорошим человеком, и вот что есть с этим делать. И это же многочисленные, да, истории, если уйти от библейской, то этого же много, да, там, и у Лермонтова там Гарун бежал, там много историй разных. И, наверное, меня вот действительно это волновало, что, насколько тяжело матери. Еще был такой фильм, что-то не так с Кевином. Да, я знаю фильм. Замечательный. И вот там тоже, как бы, замечательные, ну, мамы, папы все делают для ребенка, а ребенок вот рождается убийцей. И вот действительно это очень страшно и очень больно, и как бы и непонятно, как это происходит. То есть не все можно вложить, да, в ребенка, даже если ты очень стараешься. Ну да, не всегда это ошибки воспитания. Не всегда. Не всегда, да. Вещи, которые... Согласен. Сбои какие-то, Бог его знает. Спасибо. Так что очень-очень интересно. Очень важно. Было. И спасибо большое. Я очень рада, что так вот оказалась снова с вами. И на этой передаче замечательно. Да. Даст Бог и дальше увидеться. Даст Бог, да. Хотелось бы, чтобы дал. Ну что же, Ольга Даврицына была в частности в финале турнира поэтов. А мы с Валерием Постовой еще подведем небольшие итоги сегодняшнего выпуска. Ну что же, вот такой сегодня у нас познавательный четвертьфинал. Вот я узнал, что такое матница, например. И как нельзя себя вестить. Да. В храме богини Матераса. Да, да, да. Что-то нужно молчать. Вот мне заинтересовалась сегодня тема личных ассоциаций. Вот помнишь, когда Катя начала рассказывать нам про эти занавески, которые у нее были, и вот оттуда выросли, значит, дома многоэтажные. Вот интересно, личная ассоциация, но когда она настолько личная, как нам, читателям, до нее докопаться, ее считать, понять? Не является ли она тогда для нас чем-то таким абсолютно герметичным, куда мы никогда не попадем? Работают ли такие ассоциации? Они с одной стороны работают. В общем-то, любой образ, кинутый в стихотворение, в некий такой контекст или в прозу, он, в общем, как-то сработает. Ну, как-то оно сработает. Вопрос в том, насколько мы контролируем этот процесс, и насколько, конечно, автору важно, чтобы я поняла его. Потому что, как какой-то специально поставленный человек, чтобы интерпретировать, грубо говоря, официально эти стихи, я чувствую смущение. Потому что я чувствую, что не могу добраться до ядра. Я, конечно, испытала некое облегчение, когда мне сказали, что ассоциация личная, и, в общем-то, я не обязана была понять ее, ну, как надо, как правильно, да, войти в авторский замысел. Я не обязана в таком случае. Если автор предлагает мне что-то очень личное, к чему я не могу прикоснуться никак из своего опыта. Вот. С другой стороны, ну, конечно, чувствуешь некоторую, как бы, вот такую уязвимость тогда, потому что ведь я могу понять тогда как угодно, и могу представить что-то такое. Автор меня здесь, как бы, ничем не ограничивает, не окутывает, не предполагает, что я вхожу в определенный круг ассоциаций. Я могу, как бы, прям вольно скакать. А это значит, что, ну, когда интерпретаций слишком много, хочешь задать вопрос, а есть ли, собственно, смысл, да, как бы, ну, значит, оно здесь не предполагается. То есть ты можешь понимать, как хочешь. То есть ты действительно можешь скакать, вот как тебе нравится, вот понимая в любую сторону, автор не будет возражать. Вот. И хотела сказать насчет нежить. Вот очень интересно тут Ольга заметила насчет нежить, что второй раз нежить — это глагол. Честно говоря, не дотолкала до этого совершенно. Что видишь, не ведь живешь, чем нежить. О чем поешь ты, глухарь да неслух. Да коли будешь душить, как нежить. Мне кажется, здесь, суки, инерция вот этого слова нежить, как существительное, очень тянет нас. Ну, мне кажется, что да. И я бы предложила тогда автору, ну, опять же, если мы могли это как-то редактировать, предложила бы сделать форму нежит, то есть исправить это на глагольную форму. То есть, ну, вообще, другая фраза немножко, что вот душит, он душит, как нежит. Душит, как нежит. То есть нежить и нежит тогда были бы рифмы. Такая была бы неточная, во-первых. Ну, как бы неточное соответствие было бы, во-первых. Ну, да. Что тоже было бы приятно. Потому что, когда одинаковое слово, с одной стороны, вроде как хорошо, конечно, что оно теперь глагол стало. Но я этого не заметила. Вот. Я тоже. Может быть, здесь нужна какая-то форма со словом нежит. Вот. Это, опять же, к вопросу об авторском восприятии. То есть автор здесь слышит вот эту игру, а вот, например, читатель мимо прошел, что делать? Вот для читателя это не ожило. Не появились эти ассоциации. И думать ли вообще он на читателя, и нужно ли думать и читать? Нет. Ну, безусловно, здесь автор как раз подумал. То есть он постарался, он создал мне игру, просто она оказалась настолько сложной, что просто мне трудно в него войти, оказывается. Вот. То есть тут вот проблема, конечно, с этими личными смыслами, с лично заданной игрой, потому что, действительно, читатель не всегда это считает и может очень-очень по-своему понять все это. Тогда автору придется быть готовым. А у меня вот есть осоображение по поводу личной ассоциации. Одно такое, что вот даже когда мы вот настолько оно личное, что мы никогда эти занавески не поймем, потому что слишком, не знаю, чужой опыт. Но что ощущение, если это такая настоящая какая-то, у автора что-то с этим связано, что читатель надо это всегда считывать, что да, я туда не попаду, но это вот не просто так, это не игра, там есть смысл, да, я его не пойму, но я, ну, как бы мне доставляет какой-то веры, что ли, вот в происходящее. Так бывает. Ну, может быть, но вот недаром сказала Катису про арт-хаус, что все-таки такой арт-хаусный смысл, это совершенно другая логика. То есть тут главное своему читателю не свалиться в соблазн все трактовать очень логично. Знаешь, я очень не люблю арт-хаусное кино. Да. Не люблю. Я просто считаю, что это вообще, так сказать, ни Бергман, ни Тарковский, ни Фелин не снимали арт-хаус. Мне кажется, это придумали люди, которые стали снимать плохое кино, но с претензией. Они стали как-то говорить, да у нас такой у нас арт-хаус, это кино не для всех. Не для вас. Это кино не для вас. Да. Хорошую вещь арт-хаусом не назовут. Да, но тут как бы вопрос в том, что мы как бы сбиваем логику. Вообще, вообще идея того, что ассоциация, понимаешь, когда слишком тоже все ассоциации в стихотворении ложатся в некую единую логическую последовательную цепочку, вот то, о чем я говорила в связи с Ольгой, это тоже, в общем-то, не очень. То есть, получается, нам так нужно, чтобы с одной стороны могли все считать, а с другой стороны, чтобы мы не могли это считать уж слишком в одну линию построить, вот такую ясную, вот и до. И получается очень сложная ситуация для автора с этими ассоциациями, потому что с одной стороны надо дать ключи, а с другой стороны, если человек может прийти и по ключам разобрать буквально что-то имел в виду, вроде как ничего и не получилось. Дурацкая ситуация для автора получается. Я помнила еще со школы вот эти школьные попытки, да, как бы школьный буквализм. У меня прям буквально был случай, когда там Блока, например, ученица пыталась обдактовать буквально, ну как бы, что вот это значит там в соседнем доме окна желтые, вот что там, вот реально. Она прям объяснила, а учительница так сказала, ну так, знаешь, вообще-то так не делают, ну как бы так не надо. И я до сих пор помню этот случай. Быть правдой, каждый раз хочется дообъяснить с одной стороны. С другой стороны, если у тебя всюду эти желтые окна, и ты вообще ничего не понимаешь, тебе тоже как-то неловко. И вот всем этот баланс между тем, что все понятно, и как бы мы знаем, что за этим стоит то-то и то-то, и тем, что вообще ничего не понятно, это арт-хаус, личные шторы, и как бы вообще читатель здесь не подразумевался. Да, это баланс, какая-то гармония. Да, постоянно нужно международцы. Я вообще люблю, когда вот я до конца не все понимаю, и более того, мне кажется, что выше как раз, когда непонятно, как сделано. Как оно работает, почему оно здесь пришито вот так? Да, да. Потому что когда все кирпичики понятны, вроде как становится скучновато. Ну понимаешь, как сделано, и вроде такое настоящее искусство, непонятно, как сделано. Наверное, да. Хотя вот соблазн вот этой окончательной интерпретации, он всегда висит над нами. Нет, мы будем, конечно, да. И нам всегда хочется до конца понять, чтобы как бы торкнуло, чтобы вот это было чувство инсайта, что ослепительное, как бы это чувство, когда мир как будто выстраивается в единую гармоническую систему, в единую картину. То есть почему нам нравится интерпретировать? Потому что, честно говоря, нам нравится понимать. Мир в целом мы не можем, как большой мир, трактовать. В нем слишком много факторов. А отдельный текст, как выделенный такой кусочек, мы хотим. Можно я, наконец-то, хотя бы тут все пойму? Можно я прям каждое слово себе объясню? И это удовольствие читательское, конечно. И вот тут непонятно. Удовольствие в загадке и в том, чтобы понять до конца. Ну да. Хотя идешь вот по красивому лесу, и вот он просто красивый лес. А если ты начнешь себе все прям понимать, как вот корни, все вот это, все как бы совсем, ну как-то разъел. Углубляет ли знание того, как корни и растения взаимодействуют, удовольствие от красивого леса? Вот это хороший вопрос. Да. Или мешает? Мне скорее мешает. Ну вот кто как. Да. Хотя если прям очень подробно про это узнать, тогда, наверное, еще может заиграть. Вот оно как растет все. То есть как бы не примитивные знания такие, а вот такие вот совсем глубокие. Интересно. Как растет этот лес. Да. Хорошо. Хорошо. И вот последнее. Ольга Добритсна говорила, что иногда я иду от идеи, иногда там. Но вот как будто бы, что вот когда идешь от идеи, что это как раз вот путь прозы. Что вот вроде как будто стихотворение не от идеи, а от чего-то другого, как тебе кажется? Ну вот опять же, тут за прозу каждый раз на этой программе хочется ступиться. Потому что я тоже понимаю, как антипоэзию. На самом деле проза легко может развинчиваться из какой-то просто вспышки образа, из ассоциации. И только потом ты можешь понять. А малая проза это вообще нечто среднее между поэзией. Ну микропроза, малая проза, это вообще что-то близкое к стихотворению, потому что очень плотное, очень как бы друг об друга трущиеся эти слова. Но даже и роман можно в принципе всегда задумать не как нас учат на курсах, как бы там история, там опять же развитие, конфликт. А можно задумать как Джойс. Да, можно как бы что-то такое увидеть, вот красивый лес, и начать это как-то развинчивать, авось придет к какому-то смыслу. Так тоже ведь можно писать. И прозе это совершенно не противоречит, потому что проза это тоже такая же энергия сцепленных слов. Но все-таки как будто идея, это больше про прозу. Вот когда у меня родилась идея. Ну идея это больше про публицистику, давайте так скажем. Про критику и публицистику немножко. Вот есть такое чувство, конечно. То есть я хочу сказать... Ну там уж совсем идея идея. Там уж совсем идея идея, да-да-да. Совсем они убоги. Но все-таки Анна Каренина это идея, которая двигала. Ну которую он не доказал. Да. Потому что люди как хотят гулять налево, так и продолжают. Которую не доказал. Так что тут сложно с идеей. Автор-то хотел доказать, но что делать. Нет, ну он потом хитро отвечал, чтобы сказать, о чем Анна Каренина, нужно сказать, повторить роман слово в слово. Да, он имел в виду, идите, читайте. Не приставайте, как я с глупостью. Или как Чехов, когда его Станиславский доставал. Он сказал, а почему идея? Он говорит, там все написано, читайте, там все есть. Меня не мучает эти вопрос. Хорошо. Хорошо, что нам не приходят такие авторы. Представляешь, что ты там что-то говоришь? Они говорят, Лера, там все есть. Я поняла. Проза это то, что исходит из идеи и от нее уходит. Вот. Все. Уходит от идеи. Хотя, да, на бок вы говорили, что идеями питаются только посредственности. Ладно, тогда забудем про идеи. Будем искать больших замыслов. Любоваться красивым лесом. Ну что ж, спасибо, Лера. Спасибо, друзья, за ваше внимание. Голосуйте за поэтов, выбирайте поэтов, которые вам больше понравились. Оставляйте свои комментарии, всегда их интересно читать. Но я всегда призываю, и буду призывать, не переходите на личности, оставляйте какие-то, достойный вас комментарий. Субтитры подогнал «Симон»